Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и всё, что с ним связано. Мы с вами находимся в центре Москвы. За мной находится парк Зарядье. Видео о Зарядье вы уже, надеюсь, посмотрели. Если что, оно будет здесь. Но сегодня мы будем гулять по Китай-городу с моей подругой Ариной. Она нам расскажет историю Китай-города. Смотрите, и вы узнаете точно много интересного. А вот давай обратим с тобой внимание на вот этот вот храм святой великомучестницы Варвары. Интересен он нам тем, хотя бы потому, что этот храм дал название целой улицы, на которой мы сейчас находимся, да? Варварка. Впервые этот храм появился здесь, в каменном сооружении, в середине 16 века. Примерно в то же время, когда и строились стены Кремля. Строил его тоже архитектор-итальянец, которого звали Оливис Новый. Конечно, он выглядел не так, да? Сейчас мы видим с тобой храм в таком классическом стиле, похоже даже чем-то на особняк, да? Ну, немного, да. Если убрать колокольню и купол, то, в принципе, он очень похож на особняк. То есть это уже классический стиль. Собор в таком стиле, в таком классическом стиле был перестроен в 19 веке по проекту архитектора Матвея Казакова. Мы знаем Казакова по Царицыно. Ну, мы знаем Казакова на самом деле много, почему, да? Ну, вот получается, что перед, ровно перед войной 1812 года этот храм был перестроен в классическом стиле Матвея Казакова. И потом, в принципе, в послевоенной Москве, имеется в виду послевоенная, посленаполеоновская, вот такой классический стиль Матвей Казаков был очень популярным архитектором в центре Москвы, на Маховой, на Звиженке и в разных переулках, типа Старо-Панского, до сих пор существуют его вот такие вот особнячки. Интересно, что, естественно, во времена советской власти он разрушен не был, но практически был разрушен. То есть от него оставалась только вот нижняя часть, и, соответственно, когда в 90-х годах, уже 20 века, начали реконструкцию, то при реконструкции нашли подклет храма. Подклет, напомню, это то основание, на котором храм стоит, обычно это такой четверик. Так вот, нашли именно подклет, который относится к 16 веку, который как раз-таки был построен итальянцем Оливизом Новым. Изображение не сохранилось, то есть мы можем только предполагать, что до классического стиля он был построен в древнерусском стиле. Похожим на храм Василия Блажинова. Да, похоже, что-то должно было быть похоже на храм Василия Блажинова. Возможно, он не был красным, и даже, скорее всего, он не был красным. Скорее всего, он был побеленным, как и практически все, да. Вспомним, что кремлевские стены у нас красными только во времена Ивана Грозного, а потом они все время билились. А сейчас мы проходим с тобой мимо здания так называемого старого гостиного двора. Почему старый? Потому что в конце 19 века был построен еще и новый гостиный двор. Это следующее здание? Да. Чтобы понять, что такое гостиные дворы, нам нужно с тобой понять принцип застройки этого райончика Москвы. То есть мы сейчас с тобой ведем по одной из древнейших закремлевских улиц Москвы. Это была окраина Москвы. Это был новый район. Если мы говорим с тобой о 16 веке, то это новый район. В 16 веке у нас с тобой появляется Китайгородская стена. Она вот здесь проходила? Она здесь не проходила, потому что, смотри, этот район, который с той стороны граничит рекой. Поэтому он и так граничит с рекой. Там невозможно как-то в него попасть. Здесь у нас с тобой Кремлевская стена. А Китайгородская стена была вот там дальше, где заканчивается Варварка, где славянская площадь сейчас. Вот там были Варварские ворота, одни из самых знаменитых. И, соответственно, там стена эта и проходила. Это все старые здания? Вот эти вот. Вот то, что прямо напротив нас? Да. Это так называемые палаты бояр Романовых. Итак, Китайгород. Официально можно считать появлением данного района в 1535 год строится Китайгородская стена. Строится матерью Ивана Грозным Еленой Глинским. Приглашает итальянского архитектора, который строит Китайгородскую стену. Строится она по тем временам это самое мощное оборонительное сооружение. Она намного толще, чем Кремлевская стена. Она была настолько толстой, что в конце 20 века, когда она еще существовала, ее остатки, или в середине 20 века, на ней люди огороды делали. Серьезно? Да. То есть это было действительно серьезное фортификационное сооружение. Последним веянием, так сказать, военной техники, военного строительства середины 16 века, потому что она уже строилась для защиты от артиллерии. Тогда уже известна артиллерия, она поэтому строится для защиты от артиллерии. Что присоединяли к Кремлю? Присоединяли самый главный торговый район. То есть Китайгород это всегда был район торговцев, купцов, торговых лавок, амбаров, трактиров. А изначально при Иване Грозном здесь получают место под строительство своих домов тогда еще дворяне. И в том числе здесь получает место для строительства дома семья Романовых. Будущие императорские семьи. Да, которые на самом деле являются родственниками Рюриковичей. У них двоюродное или троюродное родство с ними присутствует. Опять же по матери, по Елене Глинской. Вот это вот та ветра, которая, ветра Елены Глинской, она потом перешла и дальше в Романовскую ветру. Значит, они получают здесь участок, строят свои палаты. Для них это было нормально строить палаты среди торговцев? Тогда еще не было торговцев. То есть изначально давали здесь места для дворянских семей. Не только Романовы на самом деле. И Шереметьевы здесь имели свое владение. И другие дворянские семьи. То есть тут изначально жили не только Романовы. Романовы на самом деле переселяются. То есть они здесь на самом деле не так долго живут. И уже при Иване Грозном они начинают переселяться в другое владение. Что происходит с этими палатами? Они переходят. То есть тогда было нормально, да? Одна дворянская семья продает другой. Они начинают как бы переходить из рук в руки, из рук в руки. Они перестраиваются, меняют абсолютно свой внешний вид. И в итоге на какой-то момент времени мы вообще их, или Москва вообще их теряет. А когда она их получает обратно? Значит, в 1813 году празднуется 200-летие дома Романовых. И Александр Первый поручает воссоздать палаты. То есть они были разрушены? Они не были разрушены. Они были многократно перестроены. То есть вот в таком виде, как мы видим их сейчас, в 1813 году их не было. Здесь были какие-то, видимо, особняки, пристройки. Как они выглядели у нас не осталось. Потому что это было к тому времени, ну не какое-то такое место известное. Здесь не проходило каких-то особенных таких мероприятий. Не знаю, собраний, там Пушкин не приезжал сюда на бал. Или, не знаю, там Герцен не устраивал собрания. Ну какая-то здесь была усадьба. Но было известно, что изначально здесь жили Романовы. И вот Александр Первый поручает воссоздать это здание. Его воссоздают настолько близко к оригиналу, насколько, ну как бы, можно было представить. Да, фотографий не осталось, каких-то картин не осталось. Воссоздают, к примеру, таких же зданий, такого же палат того же века. Единственное, что, если мы подойдем с тобой подближе, мы на самом деле увидим, что палаты сейчас трехэтажные. Вот, изначально палаты были двухэтажные. Но, опять же, по некоторым данным, их потом надстраивали. И вот тот третий этаж, который сейчас тоже имеется, он сейчас сделан каменный под дерево. Когда они строились, он, ну практически на 99% мог быть только деревянный. А сейчас это камень, но просто очень хорошо стилизованный под дерево. И, вроде бы, как именно из этих палат выходит на свою коронацию Михаил Романович первый, соответственно, наш будущий император, царь-государь. Значит, за палатами Романовых мы видим с вами Знаменский монастырь. Знаменский монастырь – это тоже такая частичка души, что ли, дома Романовых, правящего рода Романовых. По преданию закладывается этот монастырь по указанию дяди первого романа митрополита Филарета. Он был дядей, а не отец? Нет, он был дядей. Вот. И почему назвали Знаменский монастырь? Как вы видите, он находится прямо рядом с палатами, из чего мы понимаем, что это дворовая, так называемая дворовая церковь. Это значит, та церковь, в которую ходила молиться эта семья. В дворовой церкви были приняты дворян и потом у кипечества. Знаменская церковь. Почему Знамение? Потому что икона Знамения Богородицы – это семейная икона Дома Романовых. И вот для хранения, для почитания, для моления перед этой иконой в середине XVII века строится Знаменский монастырь. Соответственно, когда происходит по велению Александра I реконструкция палат, тогда же происходит и реконструкция Знаменского монастыря. Он существовал, но после пожарной Москвы он, конечно, сильно обветшал, сильно был испоганен, скажем так, французами. Благодарить за такое вот близкое к реальности того времени, когда были построены эти сооружения, мы должны благодарить за это архитектора Рихтера, который перекопал множество архивных документов. В основном они как раз-таки находились в церквях, благодаря которым он смог определить, как же выглядели и сами палаты, и Знаменская церковь. А еще Знаменская церковь, она известна тем, что в 1813 году праздновалось 200-летие Дома Романовых. Значит, логично рассудить, что в 1913 праздновалось 300-летие Дома Романовых. И к 300-летию Дома Романовых еще раз поновляют палаты, поновляют церковь на богослужение сюда и в палаты, и в сам храм приезжает Николай II со своей семьей. Когда ты идешь по Варварке, ты все время думаешь, а о чем тебе еще рассказать? Такая удивительная улица, которая со всех сторон какие-то архитектурные и исторические памятники. Вот мы уже проговорили про палаты Бояр Романовых, а хочется сказать, что кроме палаты Бояр Романовых, здесь есть еще одно уникальное сооружение, которое на самом деле много-много веков было потеряно для России. Это так называемый старый английский двор. Мы опять с тобой возвращаемся к Ивану Грозному. Так. В 1535 год англичане ищут северный путь в Индию, промахиваются чуть-чуть и пристают в Россию. И попадают в Москву, да, уже тогда московское государство, уже царь Иван Грозный, они попадают к Ивану Грозному, и Иван Грозный разрешает им наладить торговлю с Россией. Более того, он им отдает как раз-таки палаты, которые в свое время принадлежали постельничему Ивану Грозному. У него не было, в общем, родственников, не было детей, и после его смерти, Ивана Баблищева, постельничего Ивана Грозного, это сооружение перешло обратно в казну. Так как они находятся недалеко от Кремля, Иван Грозный благополучно отдает эти палаты англичанам, где у них основывается их миссия, где живут их послы, и даже возникает так называемая московская компания. То есть англичане основывают московскую компанию, которая вплоть до Алексея Михайловича, который тишайший второй наш государь из династии Романовых, будет торговать с Россией. Чем они торгуют? Ну, соответственно, понятно, из России они вывозят что? Они вывозят пушнину, они вывозят все, что связано с деревом, пенька, то есть наши народные, так сказать, промыслы. А что они завозят сюда? Завозят они, как ни странно, табак. И это тот момент, когда русские начали курить табак. Потом очень долго с этим боролись, но, как известно, так не побороли. Вот, они завозят сукно, и они завозят, естественно, как и другие иностранцы, алкоголь, который не производится в России. Считается, что даже некий прототип виски, который потом послужил прототипом русской водки, тоже поставлялся. Еще раз повторим, что при Алексее Михайловиче в Англии происходит убийство Карла Первого. Революционеры его убивают, вешают. И это производит на Алексея Михайловича изгладимое впечатление. И он порывает все связи с Англией. На долгие-долгие годы, кстати, порывает. Ну и, соответственно, дальше этот двор переходит из рук в руки, из рук в руки, из рук в руки. Перестраивается много-много-много-много-много раз. И так мы с вами приходим в середине уже 20-го века. Эти все палаты, у них прям совсем маленькие окна были, и света в них было очень мало. Совсем маленькие окна. Напоминаем, что тогда отопления не было. Если сделать большие окна, будет очень холодно. Мы северная страна, поэтому тут уж приходится, как говорится, жертвовать чем-то. Ну и, соответственно, опять же, это то, почему Москва все время горела. Потому что все это нужно было как-то освещать. Поэтому все время внутри горели лучины, лампады. От любого донамения ветра перекидывали свой огонь на интерьер. И здравствуй, пожар-пожарище. Когда же их находят? Значит, мы с вами опять оказываемся в середине 20-го века. Для Москвы и особенно для Зарядья, вот этот район Китай-города, который шел к реке, от Варварки к реке, назывался Издревне Зарядье. Это очень довольно тяжелый момент, потому что здесь стояли самые такие, скажем, простые, непримечательные дома, особнячки, которые принадлежали действительно самым простым торговым людям. То есть если вот Варварка, Ильинка, Никольская, они все-таки, ну скажем, чином побольше. Там строились все-таки уже особняки, начиная с 19-го века, прям в особенности. После пожарной Москва, она вот, мы посмотрим, началась строительством больших особняков. То вот Зарядье, она все-таки осталась вот такой вот немножко бедной частью Китай-города. Чтобы было понятно, вот эти вот особнячки доходили вот прямо, ты же видишь, да, серая стена, которая подходит к храму Василия Борженова. Остались фотографии Москвы, их немного, но они остались, по которым домики двухэтажные, простые двухэтажные домики, и примыкают прямо к этой стене. У нас празднуется 800-летие Москвы, и к 800-летию Москвы Сталин принимает решение на каждое столетие построить высотку. В честь каждого столетия построить высотку. И одна из высоток принимает решение, что одна из высоток будет находиться в Зарядье. Причем это должна была быть на из самых масштабнейших высотках. И, соответственно, практически все вот эти домики, домишки сносят под ключ. Здесь к тому времени находится трехэтажное здание, несколько разнастроенное, перенастроенное, перепостроенное, в котором находилась библиотека. Только благодаря, опять мы вспоминаем о Петре Барановском. К Петру Барановскому приходят сведения, что вот здесь на Варварке когда-то находился этот старый английский двор. Где непонятно, но где-то на Варварке. И он участвует практически во всех разрушениях, которые здесь происходят в Зарядье. И когда переходим к зданию библиотеки, в момент ее снесения он обнаруживает, что библиотека стоит на палатах XVI века. И тут уже не остается никаких вопросов, что это может быть. То есть все сходится. Это те самые палаты старого английского двора, о котором писали путешественники, которые, начиная с Ивана Грозного, приезжали на Русь. Только благодаря Барановскому это здание не сносит. Он относится к музеям Москвы. Здесь открывается какой-то музейный комплекс. Он не относится, конечно же, к никакому английскому двору, но, по крайней мере, его не сносят. Переходят уже к его приведению и к переходу именно как к знаковому сооружению дипломатической Москвы. Это уже конец 80-х годов. В начале 90-х его уже окончательно реконструируют. Приводят вот в тот вид, в котором он находится. И там сейчас тоже находится музей именно вот старого английского двора. И на открытие этого музейного комплекса, сейчас, наверное, это сложно представить, в середине октября 1993 года на открытие этого комплекса приезжает Елизавета II со своим мужем. Это тогда единственный раз, когда Елизавета была. Да, вот она конкретно была на открытии старого английского двора. Да, известно же, что в Советскую Россию она не приезжала. Нет, нет, никогда не приезжала. Потому что она была против, что советская власть убила царскую, ну, императорскую семью. Ну, если мы опять же вспомним с вами, что жена Николая II, это одна из любимейших внучек Елизаветы, Несмотря на то, что у Елизаветы было более 40 внуков, доподлинно известно, что это та внучка, которая... Виктория. Виктория, да. Это, получается, не внучка. Внучка королевы Виктории, а Елизавета, она близкая родственница близкой монархии, да, британской монархии. Субтитры сделал DimaTorzok